здравствуйте на прошлом уроке мы с вами разбирали тему производства чугуна и стали и выяснили что основным компонентом чугуна и стали является железо переходной металл сегодня мы продолжаем говорить о металлах и тема сегодняшнего урока положение переходных металлов периодической системе химических элементов строение их атомов свойства и применения и так металлы эта группа элементов обладающие характерными металлическими свойствами к металлам в периодической системе химических элементов относится более 92 элементов атомы металлов характеризуются тремя особенностями во-первых на внешнем электронном слое имеется от 1 до 3 электронов сравнительно большой рад от радиус атома атомы металлов имеют большое число свободных орбиталей большинство элементов металлов находятся в побочных группах периодической системы переходные металлы или переходные элементы это элементы побочных групп и в атомах которых появляются электроны на d и f орбиталях простые вещества образованные переходными элементами являются металлами если мы посмотрим структуру периодической системе то мы с вами знаем что s элементы это типичные металлы но переходные металлы это d элементы и f элементы элементы широкого центрального блока переходных металлов d элементы так как заполняются у них d под уровень они вот эти вот металлы окрашены синим цветом причем заполняется у них не внешний а внутренний n минус 1 d под уровень к переходным же металлам также относится ланта ноиды и актиуноиды это f элементы так как у них заполняется f под уровень опять оговорю что заполняется не внешний f под уровень а внутренние n минус 2 f под уровень все переходные металлы имеют следующие общие свойства небольшое значение электроотрицательности переменные степени окисления почти для всех d элементов в атомах которых на внешнем ns под уровне находится два валентных электроны известная степень окисления плюс 2 начиная с d элементов третьей группы периодической системы химических элементов менделеева элементы в нише степени окисления образуют соединения которые проявляют основные свойства в высшей степени окисления образуют соединения которые проявляют кислотные свойства промежуточной степени окисления образует соединения которые проявляют амфотерные свойства. Давайте рассмотрим, например, соединение марганца. Марганец OH-2, степень окисления марганца плюс 2, данное основание средней силы. Марганец OH-3, степень окисления плюс 3, слабое основание. Марганец OH-4, степень окисления плюс 4, амфотерный гидроксид. H2-марганец O-4, степень окисления марганца плюс 6, это сильная кислота. H-марганец о4 степень окисления марганца плюс 7 это очень сильная кислота для всех переходных элементов характерно образование комплексных соединений переходные металлы я еще раз говорю что это d элементы и f элементы где элементам относятся цинк хром марганец железо медь серебро вольфрам золото кобаль фанадий ртуть если мы будем говорить о стране атомов переходных металлов d элементов то обратите внимание что у атомов металлов переходных металлов d элементов заполнение электронов происходит на d подуровни то есть внешний с уровень не меняется а электроны поступают на внутренний d подуровень f элементы это лантаноиды и актиноиды располагаются в третьей побочной группе периодической системы эти элементы следуют в таблице сразу после лантана и актиния и поэтому их называют соответственно лантаноиды и актиноиды в атомах лантаноидов и актиноидов происходит заполнение соответственно 4f и 5f подуровней лантаноиды очень сходный по химическим свойствам близость свойств соединения лантаноидов обусловлена тем что застройка внутреннего 4f уровней или оболочки атомов мало сказывается на состоянии валентных электронов и в образовании химической связи 4f и электроны лантаноидов обычно не принимают участия 4f они 5d под уровень потому что в этом случае они обладают меньше энергии однако разница в энергиях 4f и 5d состоянии очень мало благодаря этому один из 4f электронов в некоторых случаях например у цирия 24f электронов могут возбуждаться переходя на 5d под уровень и становится таким образом валентным электроном поэтому в большинстве своих соединений лантаноиды имеют очень степень окисления плюс 3 они плюс 2 это обстоятельство объясняет близость свойств лантаноида к основным элементам подгруппы скандия актиноиды у актиноидов наблюдается значительно большее разнообразие степени окисления от плюс 3 до плюс 7 чем у лантаноидов это частично обусловлено тем что 5f 6f и 7 с под уровне обладают сравнимой энергией для атомов переходных металлов характерен проскок электрона установлено что д д орбиталей особо устойчивыми конфигурациями являются d5 и d10 а у ф орбиталей f7 и f14 и в связи с этим в основном состоянии атома наблюдается проскок электрона с внешнего н с под уровня на n минус 1 d под уровень особенности переходных металлов можно обозначить следующим образом они все имеют различные степени окисления особенно в середине ряда яркая окраска с их солей более прочная металлическая связь высокая твердость тугоплавкость низкая химическая активность значит давайте посмотрим проявляемые наиболее характерные положительной степени окисления на примере d элементов четвертого периода и также окраску их солей candy степень окисления плюс 3 титан плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 ванадий плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 хром плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 марганец плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 железо плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 кобальт плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 физические свойства переходных металлов можно характеризовать следующим образом агрегатное состояние твердое исключение составляет только ртуть это жидкий металл для большинства металлов характерен металлический блеск серый цвет непрозрачность электро и теплопроводной уменьшается в ряду от серебра к свинцу твердость также различна уменьшается в ряду хром ванаде них и платина железо им медь алюминий серебро цинк аурум плотность уменьшается также в ряду осми платина золото ртуть свинец серебро медь никель железо олова цинк температуры плавления и кипения также уменьшается в ряду от ванаде я платина железо медь золото значит дальше идут у нас щелочные металлы потом галлий цезий и ртуть ковка из пластичность прочность тоже различна пластичные металлы это золото серебро медь алюминий хрупкие металлы хром и марганец способность намагничивать а характерно для железа кобальта и нихеля давайте теперь рассмотрим несколько переходных металлов начнем с меди и так это металл расположены в четвертом периоде первой группы побочной подгруппе порядковый номер 29 инертный металл относится к d элементов по внешнему виду зала золотисто-розовый пластичный тягучий легко прокатывается в листы после серебра температура плавления 1083 градуса цельсия отличный электропроводник атомная масса 64 расположение электронов по энергетическим орбиталям следующая 1 из 2 2 из 2 2 по 6 2 из 2 2 п 6 3 до 10 4 с 1 это в основном состоянии возбужденном 1 из 2 2 из 2 2 по 6 2 3 с 2 3 по 6 3 d 9 4 с 2 то есть наблюдается проскок электрона с из под уровня на d под уровень это обеспечивает более устойчивое положение степени окисления характерный 0 плюс 1 плюс 2 самая устойчивая из них плюс 2 образует оксид меди 1 валентный купрум 2 обладает основными свойствами оксид меди 2 валентный купрум о обладает амфотерными свойствами с преобладанием основных образуются гидроксиды меди 1 валентный валентный купруму аж обладает основными свойствами гидроксид меди 2 валентный купруму аж дважды обладает амфотерными свойствами с преобладанием основных способы получения во первых это пирометаллургический способ восстановления металла при высоких температурах с помощью водорода и оксида углерода следующий способ это гидрометаллургический способ восстановления солей в растворах в начале соединения растворяют со кислотой а затем медь и скуп румы со 4 получая на и соли вытесняется более активным металлом железом данный способ называется металлотермией и третий способ получения медь электроли способ получения металлов с помощью электрического тока на катоде восстанавливается медь в быту применяется медь очень широко для производства проводов кабелей котлов латунь сплав меди и цинка в производстве радиаторов конденсаторов часовых механизмов ювелирных изделий медно-никелевые сплавы производства устройств для дистиллирования питьевой воды из морской медь в составе бронзы в машиностроении оксиды меди производстве эмали используются стекла соли меди ядовитые используются огородниками для уничтожения вредителей растений медь в составе удобрения способствует хорошему росту растений цинк расположен четвертом периоде второй группы побочной подгруппы порядковый номер 30 амфотерный металл хрупкий металл голубовато-белого цвета масса 65 расположение электронов по орбиталям 1 из 2 2 из 2 2 по 6 3 2 3 по 6 3 до 10 4 с 2 в основном состоянии проявляет степени окисления 0 плюс 2 единственно возможное оксид цинка цинку обладает амфотерными свойствами образуется гидроксид цинка цинку аж дважды также обладает амфотерными свойствами получают цинк пирометаллургическим способом с помощью актида и угля гидрометаллургическим способом при взаимодействии оксидов цинка с кислотами образуются соли и затем цинк восстанавливается более активными металлами из этих солей и получаем в частности чаще всего используем железом и также цинк можно получить электролизом поскольку цинк в ряду напряжение стоит после алюминия но до водорода то на катоде будут протекать два процесса восстановления ионов цинка и водорода применяют цинку очень широко ну например для защиты от дрожавчины оцинкованной стали строительстве для кровли крыш от оцинковки стен для производства бытовой техники и многого другого типичный амфотерный металл в электрохимическом ряду напряжений стоит до железа следующий металл хром также расположен четвертом периоде четвертой группы побочной подгруппы порядковый номер 24 твердый металл голубоватого белого цвета ма относительная атомная масса 52 расположение электронов по орбитали m1 из 22 с 22 по 63 с 23 по 63 d5 4 с 1 в основном состоянии проявляя степень окисления 0 плюс 2 плюс 3 плюс 6 повышение степени ведет к возрастанию кислотности и ослабеванию основных свойств наиболее устойчивая степень окисления плюс 3 образует оксиды хрома 2 валентного хрома обладает основными свойствами оксид хрома 3 валентного хром 2 о 3 обладает амфотерными свойствами оксид хрома 6 валентного хрома обладает кислотными свойствами образуя хромовую кислоту h2 chrome 4 и di храму где хрома вы h2 хром 2 о 7 hydra образует chrome гидрооксид хрома двухвалентного хрому h2 также обладает основными свойствами гидрооксид хрома 3 валентного хрома аж трижды обладает амфотерными свойствами получает также пирам металлургическим способом алю например алюма термии то есть берем оксид хрома трехвалентного хром 2 о 3 и алюминий в результате у нас с вами выделяя и вытесняется чистый хром получают электролизом в концентрированных водных растворах хром о 3 или хром 2 о 3 которые содержат кислоту либо электролизом сульфата хрома хром 2 с 4 трижды хром получают наиболее чистом виде применяют в производстве нержавеющих стали для покрытия металлических поверхностей хронирования в качестве защиты для изготовления декоративных изделий соли хрома ядовитые используют для защиты древесины от вредителей для изоляции красителей и многих других областях железо это также элемент четвертого периода расположен восьмой группе побочной подгруппе парад порядковый номер 26 ковки металл серебристо-белый масса 56 расположение электронов по орбиталям один из 22 22 по 63 23 по 63 до 64 с 2 в основном состоянии проявляет степень окисления 0 плюс 2 плюс 3 плюс 6 из них самая устойчивая плюс 3 плюс 6 это образуется соединение сильный сильнейший окислитель образует оксиды железа двухвалентного фэрм о обладает основными свойствами оксид железа трехвалентного фэрм 2 у 3 обладает амфотерными свойствами преобладанием основных образует гидроксиды железа гидроксид железа двухвалентного фэрма h2 обладает основными свойствами гидроксид железа трехвалентного фэрма h300 трижды обладает амфотерными свойствами с преобладанием основных значит получаем также способом пирамиду алургии в данном случае мы используем алюмой термию и восстановление водородом электролизом при проведении электроза берется раствор соль и хлорида железа и у нас значит восстанавливается чистое железо в быту применим применяется очень широко отрасли применения обширный и все широко хорошо известны но по сей день ни один элемент не может конкурировать железом по числу и массе полученных из него материалов и в заключение хотелось бы отметить биологическую роль d элементов все d элементы это микроэлементы в организме человека d элементы находятся как правило в низших степенях окисления соединения с высшими степенями окисления d элементов очень токсичным 6 элементов до семейства составляют второй остов металлов жизни или жизненно необходимые металлы это железо кобальт марганец медь цинк либден металлы жизни в организме находятся в виде катионов и располагаются вакантными или акцепторными атомами орбиталями и являются комплексообразователями образуя аквакомплексы а чаще внутримолекулярные соединения называемые биокластерами в живых организмах большинство катионов d металлов связано с белками что определяет структуру и функции ферментов ферменты благодаря их трехмерной структуре работают как высокоспецифические катализаторы с огромным каталитическим эффектом но такие d элементы как ртуть и кадми является ингибиторами а порой каталитическими ядами для ферментов ну а теперь я бы хотела вам предложить выполнить следующее домашнее задание исходя из данной диаграммы рассчитайте массу и количество железа меди цинка в вашем организме обратите внимание что на диаграмме дано процентное содержание этих металлов в вашем организме и еще одно задание которое я хотела бы чтобы вы выполнили составьте схему валентной оболочки олова и сурьмы определите какие степени окисления могут проявлять олова и сурьмы составьте формула оксидов олова и сурьмы на этом наш урок окончен благодарю вас за внимание используя материал урока обязательно выполните домашнее задание издайте его на проверку вашему учителю желаю вам удачи